приветствую всех новом видеоуроке на связи алексей кузьмичев и сегодня мы с вами будем создавать очень интересную композицию которая состоит всего лишь из двух фотографий вот первое и вот вторая что следует знать перед началом работы всегда я вам рекомендую создавать предварительно эскиз вашей будущей композиции на бумаге чтобы вы примерно представляли где какие объекты у вас будут находиться я набросал данный эскиз у себя на листочке предварительно и после этого уже начал подбор фотографий такой алгоритм работы позволит вам избежать ошибок при построении перспективы на композиции а также при построении кадра и так теперь давайте начнем объединять наши фотографии композицию берем вот этот снимочек копируем его control a control c и вставляем наш документ нажимаем control v вот таким вот образом располагаем нашу модель чуть чуть левее от центра чтобы было лучше видно как она вписывается можно понизить прозрачность верхнего слоя и мы будем примерно видеть как у нас будет строиться кадр да вот примерно здесь можно расположить модель и давайте увеличим размер при помощи комбинации control t и зажатой клавишей shift растянем фигуру до размеров нашего кадра вот таким образом зажимаем клавишу enter и теперь можно прозрачность поставить обратно на 100 процентов следующим шагом нам с вами необходимо отделить модель от белого фона сделать это можно различными способами а я предпочитаю использовать инструмент перо вы же можете использовать любой другой удобный для вас инструмент и также отделить модель от фона ну что ж давайте начнем отделение вот таким вот образом я это все делаю весь процесс показывать я не буду чтобы сэкономить время нашего видео урока я закончу выделение и уже после этого вернусь к вам итак друзья я закончил выделять нашу модель вот что у меня получилось теперь следующим шагом нам с вами необходимо перейти в пункт выделения уточнить край чтобы посмотреть все ли мы аккуратно выделили и нет ли у нас где-то некрасивых граней смотрим все ли здесь у нас нормально можно чуть-чуть добавить растушевку сюда примерно на 0,2 0,3 пикселя чтобы наше изображение лучше вписывалась в общую композицию и лучше всего смотреть здесь результат на черном фоне чтобы у нас все края было очень хорошо видно после этого выводим наше выделение на новый слой с маской выбираем здесь и нажимаем клавишу ok так нижний слой теперь можно удалить он нам больше не пригодится так отлично теперь нам с вами необходимо немножко поработать с фоном создать своеобразную глубину резкости на нашем снимке для этого мы будем размывать наш задний план чтобы фокус у нас был на модели а задний план был чуть-чуть размыт для этого переходим также в пункт фильтр выбираем размытие по гауссу так и примерно на 2-3 пикселя размываем наш фон вот таким образом в данном случае два пикселя я думаю вполне хватит нажимаем клавишу ok и вот так вот оставляем после этого давайте перейдем к прорисовке бликов на нашей фотографии я вам покажу сейчас очень интересный прием который позволит вам сэкономить время не прорисовывая блики вручную при помощи техники dodging burn а сделал это при помощи корректирующих слоев и так давайте для начала создадим объединенную копию наших слоев нажимаем комбинацию shift control alt е на клавиатуре и теперь нам с вами необходимо выделить самые светлые области на нашей фотографии а сделаем это при помощи каналов давайте перейдем здесь во вкладочку каналы и выберем синий канал синий канал мы берем потому что он наиболее контрастный и позволяет как раз очень хорошо выделить все светлые области зажимаем клавишу control и щелкаем по квадратику канала у нас загружаются самые светлые области выделения переходим обратно во вкладочку слои так и теперь создаем корректирующий слой вибрация пока что его можно закрыть и режим наложения для этого слоя ставим экран теперь выбираем маску этого слоя щелкаем по квадратику и переходим в пункт изображение коррекция уровней теперь при помощи уровней мы можем настроить контраст так как нам это нужно в данном случае давайте перетащим черный ползунок ближе к центру так средним ползунком мы можем регулировать яркость и сделать переходы между ликами и темными областями то есть если мы перетаскиваем средний ползунок левее то переход у нас становится очень сильно видны в некоторых случаях это выглядит хорошо но в моем случае это смотрится не очень-то красиво поэтому давайте расположим ползунки примерно вот таким вот образом так и смещая белый ползунок к центру мы делаем блики более контрастные вот примерно так можно оставить нажимаем клавишу окей и теперь можно посмотреть на результат итак вот до и вот после как вы видите мы очень хорошо подчеркнули все блики на нашей фотографии и затратили на это буквально несколько минут ну и теперь можно переходить к тонированию и добавлению специальных эффектов делать мы это будем при помощи плагина color fx pro который я также вам настоятельно рекомендую всем установить потому что он позволяет экономить просто колоссальное количество времени а именно вот на тонирование и на различные специальные эффекты которые в нем создаются буквально за несколько кликов а поэтому создаем сначала объединенную копию наших слоев shift control alt и нажимаем и после этого уже идем в пункт фильтр выбираем здесь ник collection color fx pro так вот у нас загрузился первый фильтр в который мы идем это dark and light and center чтобы акцентировать внимание на центре композиции здесь мы выбираем первый рисунок для виньетки центр luminosity или яркость центра ставим примерно на 50 как у меня border luminosity то есть затемнение с краев ставим на минус 70 и размер центра можно поставить где-нибудь 40 50 процентов давайте поставим данном случае 50 нажимаем на кнопочку add filter чтобы применить данный фильтр фотографии и теперь давайте перейдем во вкладочку low key спускаемся ниже вот у нас эта вкладка здесь настраиваем saturation то есть насыщенность повышаем на сто процентов и понижаем контраст чтобы у нас изображение смотрелось не таким темным примерно до 50 процентов также понижаем значение стандарт low key ну примерно до значения в 15 или 20 процентов вот примерно так смотрим что у нас получается как видите тени стали более объемными и изображение смотрится уже получше также нажимаем на кнопочку от фильтр чтобы добавить данный эффект к фотографии ну и теперь можно немножечко добавить теплоты на снимок затонировать его сделаем это при помощи пункта brilliant world находим данный пункт он нас наверху и чуть-чуть повышаем теплоту нашей фотографии перетаскиваем ползунок world право вот таким образом примерно до 20 процентов и также нажимаем на кнопочку это фильтр в принципе можно здесь еще немножко затонировать наш снимок при помощи пунктов cross balance или cross process давайте зайдем в параметры cross balance а и попробуем применить второй или первый фильтр отсюда так давайте возьмем первый фильтр и посмотрим что у нас получится после ну можно использовать вот этот первый фильтр со значением примерно 20 процентов в принципе сейчас выглядит изображение довольно неплохо мне нравится я нажимаю на кнопочку add filter и здесь на кнопку ok чтобы сохранить результат и так вот что у нас сейчас получилось как видите вот до и вот после применения color effects pro ну и теперь нам осталось добавить финальные штрихи я здесь хочу в данном случае немножечко смягчить тени и добавить шум на нашу фотографию давайте это сделаем в первую очередь давайте смягчим тени для этого создаем корректирующий слой кривые поднимаем точку черного вот таким образом вверх и вот так вот и и располагаем нашу кривую примерно так закрываем данный корректирующий слой далее создаем новый пустой слой и заливаем его черным цветом нажимаем alt del и теперь идем в пункт фильтр выбираем здесь шум добавить шум эффект ставим на 45 распределением по гауссу и поставим галочку напротив монохромного а здесь нажимаем клавишу ok режим наложения для слоя поставим экран и чуть-чуть давайте смягчим нашу для этого размоем его по гауссу переходим пункт фильтр размытия по гауссу и размываем шум примерно на 0,5 или чуть побольше пикселов вот примерно так давайте даже чуть-чуть побольше поставим 08 так вполне неплохо нажимаем ok и понижаем прозрачность данного слоя примерно до 10-15 процентов можно в данном случае наверно даже побольше оставить где-нибудь 25 вот так смотрится тоже очень и очень хорошо ну что ж вот в принципе и все наша с вами работа завершена я надеюсь вам данный видеоурок понравился и вы остались довольны результатом большое всем спасибо за внимание и увидимся в следующих видео уроках демокр value Продолжение следует...